Добрый день, Сергей Александрович! Добрый день! 2021 год подходит к завершению. Так уже принято, что в последние дни уходящего года подводятся итоги. Как в целом охарактеризуете год? Ну, год 2021, в принципе, на территории поселка прошел стабильно. Вся работа администрации и совета депутатов было направлено на улучшение жизни и комфорта жителей поселка. За этот год то, что мы планировали, в принципе, все выполнили. Но у нас прошла масштабная реконструкция парка Победы. Там установили и входную группу, и скамеечки, вазоны, и светильники сделали для жителей. Также были проведены работы по благоустройству поселка. Это отсыпали щебнем. Это у нас отсыплено, где проблемные были улицы Таежная, улицы Рыбников. Мы приняли с советом депутатов, что у нас деревянные тротуары, мы уходим от них и, в принципе, час переходим на брусчатку и на плитку. В общем, сложности мы за год положили где-то 500 метров. Ну, конечно, деревянные будут на второстепенных, но основное будет на это. Также производилась плановая замена светильников уличных на светодиодных. В принципе, поменяли около 100 светильников. Также, что безопасное дорожное движение, это установка новых дорожных знаков. Плановое содержалось как в дороге числе, тротуары как в зимние, так и в летние периоды. По программе жилья аварийного у нас признаны на сегодняшний день 7 домов аварийных. На сегодняшний день мы снесли аварийный дом и расселили. Это Лесная 1, 12-квартирный дом. Сейчас идет год 16-х квартир, год расселены. Подумаем, что в этом году мы расселим Гагарина 18. В текущем он пойдет под снос. И Плановое у нас Лесная 2 и Ленина 54. Также продолжается подготовка к Новому году. Мы стабильно в числе первых занимаем места. Очень активно принимают жители. Поселение делает фигурки у себя дома, украшает организации. Центральная площадь это Планово, все фигурки, елка стоит. Сегодня должны украсить, каток залит, ребятишки катаются. Все нормально, работаем. Какие планы у поселения на 2022 год? На 2022 год планы те же, в принципе, что людям в поселке живось комфортно. Основное на следующий год у нас планируется и уже прошел аукцион по реконструкции музыкальной школы. Со всем было устройством, там уже подрядчик выиграл аукцион с Хантов. Я думаю, что он к Новому году в следующем нам это помещение сдаст. Также планируется содержание дорог и тротуаров, устройство новых дорог. Доделать улицу Ленина полностью в капитальном исполнении тротуара, чтобы мы могли чистить техникой улица Совхозная. Будет продолжаться отсыпка улиц с щебнем, где проблемные. Также есть программа аварийного жилья, она продолжаться будет. Будет строиться счет 2-3 дома. Также будут светильники меняться плановые. У нас уже есть там будет, наверное, 500 тысяч в бюджете запланировано. Работы будут продолжаться. В преддверии Нового года что бы вы пожелали жителям Кандинского района? В преддверии Нового года я, конечно, хочу всех поздравить. С наступающим 2022 годом я хочу пожелать людям также стабильность, и чтобы все-таки эти болячки наши, ковид, перестал. Пожелать всем здоровья, успехов, счастья в семьях, чтобы все было хорошо. Самое главное – здоровье. Сергей Александрович, благодарим Вас за беседу. Желаем в Новом году новых идей, успехов и достижений. Вам спасибо. Спасибо.